Конечно, там будут люди, которые большинство на это внимание обращают, но те, которые обращают, они с удовольствием начнут эту идею поддерживать и брать. Ну, как практика показывает, мы там, например, растем 5 лет и тихо-тихо развиваемся. У нас поверили там хоккейный, футбольный, мы с ним сделаем коллаборацию. И огромное благодарность Устану Игоревичу. Может, я ему вот эту идею рассказал и сказал, я хочу такой костюм. И вот с того времени мы делаем костюм. Ну, надеюсь, с точки зрения маркетинга было понятно, что основная идея все-таки... Я считаю, что есть предприниматель, как я их называю, сибирийный предприниматель, который там здесь, здесь, здесь и в итоге нигде. Понимаете, ну, лучше выбрать одну штуку и бить, 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 бить. Ну, вот как в среднем у профессионального спортсмена от того, как они приходят, до мастер-спорта проходят от 9 до 11 лет. Вот нам 5 лет, но мы там уровень республики еще не выиграли. Но ближе к 10 годам в нашей компании, я думаю, мы уже станем точно чемпионом страны. А может быть даже уровень мастер-спорта международного класса, если на спортивный, ладо говорить, ну, приобретем. Потому что это точно мы не собирались останавливаться на весь пункт. Потому что основной и главной целью, ну, как бы мечтой, это не мечтать, это цель, чтобы в каждой европейской и мировой столице был небольшой бутик Алгар, где, естественно, 90% будет качественной одежды, просто с упоминанием об истории Катарстана. Ну, и чуть-чуть именно с нашей Сиборьей. Ну, почему это нереально? Потому что, кто знает такой бренд «Люкок спортив»? Петушок французский. Есть такие? Участник сборной? Нет, ну, вы закуплите, есть такой петушок там, сборный французский, это полчика города мира, играет в эту форму. Вот этот бренд, прочитайте, но основал парень из французских деревьев, такой вот, 3000 человек живет. Вот, и он когда-то сказал, что сделать так, что вся страна, весь мир будет носить нашу промышленную петуху. Понимаете? И мы это удалось. Вот. Ну, и чем-то не хуже петушку. Все. Всем спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое за нарвание. Интересно было? А я знаю. Видишь, тебе сейчас аплодируют за интересно и полезно. Спасибо. Спасибо. Ну, а сейчас, вот, вы себе это говорили, что вот, 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 хороший прогресс я сделал и перед, 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 перед и представил спикера. Он у нас вот Тимир Хан не видел, потому что, а, да, ну, потому что это сценарий, но я сейчас вот с удовольствием хочу пригласить нашего уважаемого спикера с темой. С темой, как создать безотказное предложение 21 продающий триппер. Ммм, Валерия Морозова. Давайте поприветствуем Валерия Морозова. Спасибо. Здравствуйте. Я приехал к вам в Санкт-Петербурге. Прилетел в Санкт-Петербурге. Я очень люблю Казай. Я здесь первый раз вступал в 2013 году. Вот. В июне спустя 11 лет. Я из сферы, можно сказать, я соединил онлайн-сферу образования с оффлайн. Сейчас я коммерческий директор и подвигаю одну клинику. И плюс мы еще делаем курсы. Курсы мы продаем 15 миллионов в месяц. Вот. И также продаем разные студии, производства платок и так далее. Вот. И это почему рассказываю? Потому что, в принципе, мне не важно, чем вы занимаетесь, потому что с помощью образования ваши продукты можете продавать еще лучше. Потому что, когда мы обучаем наших клиентов, они начинают влиять и начинают у нас покупать все лучше и лучше. Вот. Такой небольшой идеей, если бы вы понимали, кто я. Потому что обычно меня приглашают выступать на профильных площадках онлайн-образования. Я уже 13 лет занимательным движением различных курсов, трениров. Привозил разных известных спикеров из штатов. Знаете, кто-нибудь когда не читал книжку «Отсознание может все» Джона Кирк. Вот. Я привозил его в Санкт-Петербург. Мы собрали у него 1600 человек. Вот. Поэтому я очень доволен теме образования. Вот. Но также мы применяем все, что знаем, в иллайне здесь. Отлично удобно, если надо. Вот. Моя задача сегодня помочь вам составить безотказное предложение. Но перед тем, как мы начнем, хотел бы совсем чуть с вами познакомиться. Расскажите, у кого какие ниши? Примеры. 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 Параган. Примеры. Это выйти на какой-то миллион пассивный доход. В нише чара, например, мы подберем руководителя, который поможет тебе вывести твою компанию в топ. И так далее. То есть результат это какой-то конкретный. Давайте я попробую. Назовите результат и скажу, хорошо или не очень. Что вы продаете? Ваши руководители, естественно. Вы, соответственно, продаете время руководителя. Это хорошо. Я бы, например, сказал о том, что плюс 4 часа свободного времени. То есть вам конкретное время. Продавать 40 часов в день свободного за счет помощника. Так, еще. Создание капитала о получении пассивного дохода. Что сказали? Часы, часы, часы. Время, время консультанта. А результат на время консультанта какой? Консультации. Для консультанта? Нет, у вас крайнейшая. Для ответа, знаний, следований, согласований. У вас крайнейшая? У вас консультанты. По финансовой консультации тут человек хочет, у него есть цель красивый доход, например. Или сберечь свои инвестиции. Или защитить свои активы. Нет, обязательно, например, просто поддержку. Ну, или просто поддержку. Но вот вы выбираете один квадратный результат и подвигаете его. И находите для него... Ну, то есть, можно взять некоторые результаты и под каждый результат сделать планы, и больше и дешевле. Соответственно, так и подвигаем. Вы, например, что бы выбираете? Создание капитала, получение... Создание капитала. Создание капитала. Я бы добавил конкретики. Видите, у вас не то конкретно. Вот... Создание капитала. Пол. Ну, по-моему, я бы продавал, сколько средний результат вашего клиента. Ну, например, там, 300 тысяч пассивок или что-то. Или 50% годовых. Ваш средний результат какой? В смысле доходность, да? Да. Как правило, от 20% годовых. А за счет какого инструмента? Недвижимость, профильский счет, да? Он говорит. Ну, вот вы можете сказать, что 20% годовых сдать. Ну, грубо говоря. От 20. Ну, я бы тогда сказал, среднее число. Вот. Либо, если выделиться просто с точки зрения инвестиций, это не так много, вот, несмотря на свою аудиторию. И я бы, например, дал эти максимальные кейсы за счет этого привлек и объяснил, за счет чего получилось. Вот. То есть, нужны цифры. Мы сейчас об этом разберем. Отображает. Очень важно, чтобы то, что вы делаете, отображало результаты. Например, 30% годовых. Мы дольше будем с вами строить отказные предложения. Но, вот, главное, 30% окей, понятно. Так. Например, вот, когда люди продают. Есть кто в ВВП занимается? Молодец. Есть? Ну, ладно. Да. Вот. Вот. Когда, например, люди продают наставничество, пообвалываются. Соответственно, они продают не продвижение своей карточек в том, чтобы они первые были в выдаче, не увеличение количества заказов, а они деньги продают. Соответственно, ваша задача определить, что у вас люди покупают. Потому что, если, например, руководитель покупает, если тайм-ассистент, он покупает большее время. Свободное время и ввели свое внимание. Вот. Если финансы, соответственно, увеличение всего капитала. Вот. В большинстве случаев, ну, то, что любую вашу решу можно провести к увеличению финансов. То есть, практически все, что вы продаете, можно провести где-то. Бывают еще отношения, здоровье, развитие канала, но, в основном, это деньги. Вот. Фигуры и так далее. Вот. Соответственно, обязательно все, что вы продаете, это должно быть всегда в цифрах и какой-то конкретный результат. Потому что эффективное, что увеличу ваш доход и результат непонятно. Если говорить, я делаю 30% годовых, то уже не тресно. Например, тело мечты. Есть реабилития. Когда вы фитнес тренируете, члены мечты нет. Минус 15 гг запресни, да. Или, например, там, минус размер за неделю. То есть, результат, то есть, такой важный критерий. Если ваш результат нельзя нарисовать, вы не продаете результат. То есть, как ваш результат можно дорисовать? То есть, например, плюс 30% это значит, в деньгах, становится больше. Соответственно, вот как ваш результат может дорисовать? Можно вопрос? Да. Ну, смотри, допустим, наш клиент экономит деньги, выиграет при минимуме нового привода. Да. Масштаб разный. Да. Масштаб разный. Измерим. Хорошо. Допустим, процент их ручки. 2% вашей ручки. Да, отлично. Ну, для них же это хороший результат. Измерим. Измерим. И вот вы можете сказать, что 2% выжить было в экономике. Это классно. А если вы достигнете? Нет. Так вы берите тех, с кем достигнется. Мы делаем обещание, чтобы, понимаете, мы все выросли на золотой рынке и на юмеле. Мы меряем ставку. Психологически мы так выросли, это наше ДНК. Мы не привлекаемся на это, но дальше получается логика. И мы смотрим, если человек адекватен, мы готовы с ним работать. Если он не прораховывает квалификацию, зачем его убрать? Это лишняя проблема. Поэтому берем мы... Это технология какая? Мы создаем супер предложение, которое хотят все, а дальше отсеиваем только по первому подходу. Тогда мы создаем входящий поток. Можно бегать за клиентами, купить меня, а можно создать супер предложение и потом отсеивать. Это две разные технологии. Я за то, чтобы символы создали. Для завлекания. Да, мы завлекаем, а дальше отсеиваем, насколько подходят. Да, и обещать соответственно в том, что уверены как раз в том, что мы сейчас говорили. Так, оффер – это обещание вашему клиенту, который подробно раскрывает результат, когда и каким способом он получится в конечном итоге. Мы сейчас с вами будем подробно это делать. Пример. Я в сфере вот такого онлайн образования считаюсь первым в теме продаж на вебинарах. Из-за этого, например, названия на вебинарах звучит «За 60 дней вы заработаете на миллион на продающем вебинаре, с конверсией 30% на холодную аудиторию, даже если вы величем». Те, кто в теме инфобизнеса, выгляни иначе – «Ой, вруч си». Соответственно, например, вот к нам пришел клиент, он продает франшизку массажного салона. И вот что мы для него сделаем. За три месяца с нуля откроете массажный салон и коррективно выйдете на 200 тысяч чистый прибыль. Как только мы создали этот оффер, полетело все очень хорошо. Сейчас он уехал в Дубай и там открывается, понятно, все новые и новые точки. За счет сильного предложения. Соответственно, как вы думаете, для кого оффер рассчитан в теме массажа? Кто тут задевает коррективы? Что он говорит? Старший и другого. Смотрите, здесь ни одного слова лишнего. С нуля. С нуля бизнесу кто хочет? Человек знания, например. Он хочет стабильно, чтобы у него получилось. Он хочет выйти с найма. 100% получилось, пожалуйста. Пассажный салон. Понятно. Гарантирует. Тут реально гарантируется прибыль по договору. И соответственно 200. Потому что человек угнали, он не верит в миллионы, но он верит в 200. Значит, мы говорим про 200. Ну и в целом это бизнес-модель 200 тысяч. Так. Соответственно, сейчас будем создавать вашу модель. Вот так вот выглядит формула синего оффера. Это срок. Результат, срок, инструмент более игрательный, если она есть. Эту формула я разработал еще 13 лет назад. И со симпонией прекрасно продает до сих пор. Так. Результаты, мы уже проговорили. Мы крепко измерили показатели. Есть у вас упражнение, которое я вам сейчас продемонстрирую. Сейчас продемонстрирую. Какой результат это дает? Ваша задача договаться до сути и понять, что же вы на самом деле продаете. То есть, какой результат у вас покупает клиент. Например. Какой результат получает ваш клиент, если спрашивать его работать. Так. Ему отвечают. Они представляют, которые дают тренинг повышения. Они меняют нашление и разрешают себе быть в забилии. Ок. А получают что-нибудь в результате. Но они улучшают бизнес-процессы в компании. Через что? Какой конкретный результат? Ну, трафик увеличивает, команду устраивает. А в самом конце что получает? Так. Заявки новых клиентов. А что в итоге это дает в самом конце? Деньги. Деньги. Ты моя золота. Вот. Соответственно, то же самое с вами. Давайте сейчас делаем небольшое упражнение на минутку. Каждый из вас, партнеров, спросите, что ты продаешь? Что это дает в результате? И задача так, чтобы человек на том конце понял, что вы продаете, и захотелось бы с вами работать. Если вам даст, то кто будет? Давайте. За секундочку. Спасибо. Если оно па target. Красота ก В том, что он ребенок скажет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok